Виктор Пелевин Виктор Пелевин Я увидел на полке книгу с интересной иллюстрацией на обложке и интересным названием «Жизнь насекомых». Я взял посмотреть эту книгу, и это оказался не биологический атлас, это оказалась книга Виктора Олеговича Пелевина. Я ее прочитал, и, признаться, меня этот писатель, его произведение зацепило с первых строк и до сих пор не отпускает. Творчество этого писателя многослойно, поэтому каждый человек может в его творчестве найти что-то свое. Кому-то нравятся его фантастические пассажи в стиле киберпанка, кому-то по нраву злая сатира, ирония, которая находится в его рассказах. Кому-то нравится его философия в стиле буддизма, кому-то нравится его честный и прямой взгляд на, даже табуированный порой, на человеческие базовые ценности. А сегодня я хочу рассказать о книге, которая называется «Ананасная вода для прекрасной дамы». Это сборник новелл, он состоит из двух крупных частей «Боги и механизмы», «Механизмы и боги». Немножко название непонятное, может на первый взгляд оказаться. Я хочу рассказать о части, которая... о произведении, которое мне понравилось в этом сборнике. Она называется «Зенитные кодексы Аль-ФСБ». Савелий Скотенков, являющийся сотрудником спецслужб, противостоит целой армаде боевых дронов, которые наделены искусственным интеллектом. Казалось бы, совершенно неравное противостояние, но Савелий одерживает победу над ними с помощью так называемых «Зенитных кодексов». Машина созданная, ее мозг создан наподобие человеческого мозга, в основе которого лежит нейронная сеть, которая работает по принципам головного мозга. И с оружием Савелия становится слово, которое пробивается сквозь толщу заградительных барьеров и достигает самого центра сети. В этот момент в нейросети возникает некий отклик эмоциональный, как бы появляется сознание, и машина выходит из строя, падает вниз. Аль-ФСБ нахмурился и стал объяснять, что высшее искусство лжи не в том, чтобы врать все время, а в том, чтобы бросать в реку правды крохотные крупицы неправды, которые будут проглочены как истина. И в этом подлом искусстве у кафирских СМИ нет равных. Они не заботятся о том, из чего будет состоять информационный поток, и не пытаются его контролировать. Они всего лишь добавляют к нему в нужный момент каплю яда. Меня это произведение натолкнуло на размышления о том, какую роль в современной жизни играют различные гаджеты, которые нас окружают, которыми мы активно пользуемся. Активно развиваются технологии искусственного интеллекта, которые с одной стороны приходят человеку на помощь, с другой стороны заменяют его работу. Поэтому возникает вопрос, что будет дальше? Ну, это новый шаг человечества к развитию, либо машины постепенно порабощают наше сознание. И здесь важно не забывать о том, что человек придумал компьютер, что компьютер существует для человека, а не наоборот. Продолжение следует...